Малополучена оперативная информация о причастности одного гражданина к убийству двойному в Закарпатской области. Гражданин Российской Федерации, который выполнил заказ по этому убийству. И о том, что он перемещается в автомобиле в сторону города Одесса. В Одессе была сформирована группа по задержанию этого автомобиля. На подъезде к Одессе этот автомобиль был основан работником ГАИ. И когда люди, которые находились в автомобиле, увидели группу целую работников милиции, то в сторону работников милиции полетела граната, которую Чикулу вернул преступник. Просто гранату в сторону работников милиции. Естественно, взрыв оглушил всех. После этого он выхватил автомат и открыл автоматический огонь по работникам милиции. Работники милиции в ответ открыли тоже огонь. По нашим данным, несколько пунктов попали в преступника. Он стоял по открытой двери автомобиля, он упал в автомобиль. И автомобиль искрился с места происшествия. Значит, итог. Погибли два работника милиции. Четверо ранены. Из них два довольно тяжело. Настоящими проводятся операции в областной больнице Одессы по спасению их жизни. Автомобиль, брошенным, обнаружен на границе, практически на въезде в город Одессу, в плане зеленого пункта, там небольшого. В машине гильзы автоматные и от пистолетов ТТ. И кровь на сиденье по всей видимости от того преступника, который был рад. Введен, естественно, план перехват. По тревоге подняты там все окружающие области, прилегающие к Одесской области. Словность в том, что Одесская область граничит, вы знаете, имеет границу с территорией сопредельных государств и большую границу с Приднестровьем, где довольно условная, так сказать, граница между нами и ними. Поэтому есть опасность, так сказать, о переходе их через границу. Ориентированы все силы возможные на все это. Проводится весь необходимый комплекс оперативных предприятий, направленных на поиск этих преступников.